Добрый вечер! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале «Россия». И пусть этот вечер окунет вас в атмосферу любви. Любви к близким, к вашим детям, к вашим родителям. В любви к тому делу, которым вы занимаетесь, которое приносит вам удовлетворение. Ведь именно в такой атмосфере живет наша гостья. Он педагог по образованию, но очень творческий, очень талантливый человек. Это Асиат Абитова. Здравствуйте, Асиат! Вы сегодня к нам пришли со своими воспитанницами. Я попрошу вас, представьте, пожалуйста. Рядом со мной Рабданова Эмилия, сестричка Эмильки Дарина Рабданова и Ахмедова Амалька. Очень приятно, леди, что вы сегодня тоже вместе с нами проведете этот вечер. Поговорим сегодня об искусстве, о том, чем вы, я так понимаю, с удовольствием занимаетесь. Но прежде чем мы начнем разговор, и для того, чтобы у нашего зрителя сложилось впечатление о вас, я предлагаю сейчас посмотреть небольшой сюжет, который мы сняли накануне. Преподаватель Асиат Хасановна Абитова никому не отказывает в получении навыков рисования. Поэтому у нее занимаются от самых маленьких до очень взрослых. Учитель рисования и черчения по образованию, она довольно долго работала в детском дошкольном учреждении воспитателем и учителем ментальной арифметики. Однако рисовать не переставала никогда. И, видимо, это желание пересилило все остальные. И вуаля, студия рисунка «Си-Арт». У меня есть очень много талантливых детей. Я хочу видеть их дальнейший результат. То есть я с ними живу, я с ними расту, я с ними чувствую и переживаю эти же эмоции. То есть все, что я в них вкладываю, все я ношу в себе и переживаю за них. Как будто я это все делаю. Никакой определенной программы для определенного возраста у меня нет, говорит педагог. Преодоление страхов в процессе обучения – это первое, через что на начальном этапе проходит ребенок. И в первый день занятия мы убираем эти зажатости и страхи. Дальше, поверьте мне, у них уже идет все на лад. То есть дети уже начинают верить в себя и у них получается все. Вот у меня многие спрашивают, неужели все дети, которые к вам приходят, все талантливые? Я говорю, да. Нерисующих детей нет. Убеждаются сами дети в этом. Они, ой, я не смогу. И даже начинают плакать. Есть дети, которые плачут. Вот поплакали, выпустили вот этот страх, освободились. Дальше у них начинается вот настоящее творчество. Но творчество – не единственная цель, которую ставит перед собой Асият Хасановна. Безусловно, познать прекрасный мир, раскрыть себя через живопись – это важно. Но ведь важно еще и мир вокруг себя сделать добрым и открытым. Очень любят подарки делать. Вот у нас Даринка, вот она одна из первых девочек, которая занимается. Каждый рисунок она дарила кому-то. Я говорю, себе что-то оставишь, а потом, наконец-то, что-то себе оставила. И это тоже очень радует, что они хотят делиться своей радостью. И не только самим радоваться, но и делиться с другими. И вот тогда родилась мысль навестить в социальном учреждении тех, кому их внимание, их детские чувства, выраженные на бумаге, доставят радость. Дети, как сказать, осознанно уже рисовали и знали, для чего, для кого. Вот кому больше тепла нужно, вот они это понимали. И это очень меня порадовало. То есть мы хоть и занимаемся живописью, да, самая основная цель не только научить ребенка, а научить понимать людей, чувствовать, добро творить. То есть мы называем не творить живопись, а творить добром. Они пели и танцевали, отвечали на вопросы друг друга и рассказывали свои истории. Девятилетняя Амина Хатукаева рисовала два дня своего фламинго. И он пришелся по душе Валентину Гульманову, который восхитился прекрасной девичьей косой. Была в его жизни история, связанная с ней. Любимая жена, которая когда-то носила косу ниже пояса, не спросив, отрезала. Огорчению не было предела, вспоминает Валентин Федорович. Как ты ее отрастила? Вопрос такой, да. Косичку свою покажи. Ну, в три года мне обрезали волосы под коре. И я с трех лет их ращу. Мне сейчас девять лет. И я их позарез отказываю отрезать. Максимум только подровнять. Скажите, пожалуйста, вот такие приходы именно детей, что они для вас значат? Ну, во-первых, просыпаются старики. Понимаете? Ну, а как вот на них посмотришь, красивые. И уже чем-то занимаются, и уже рисуют. Ну, вообще, дети замечательные. Мне понравилось, что мы своим приходом подарили пожилым людям тепло, радость большую. Эмилия Ахметова, 14. Рисованием увлекается с девяти лет. Сегодня, забыв о стеснении, она танцевала с домочадцами, как с родными. Мне нравится рисовать, потому что воображение открывается. Ты можешь создать свой собственный мир, так сказать, и вложить душу в свою картину. И таки мы можем себя раскрыть, да? Да. Скажи, пожалуйста, сегодня вот такой интересный день для вашей студии. Что тебе понравилось? И насколько у тебя теплые впечатления, может быть, остались? Мне очень приятно то, что я смогла подарить одну из своих картин пожилому человеку. И смогла, в принципе, поднять им настроение. А вот они, обведенные фломастером ладошки, больших и маленьких, тех, кто прожил жизнь, и тех, у кого еще все впереди. И уже есть четкое понимание того, что будущее этих ребят будет светлым и чистым, таким, каким они видят его в своих рисунках. Абсолютно понятно то, что вы своим воспитанникам, своим ученикам прививаете не только навыки рисования, но, наверное, присутствует непременный воспитательный такой момент, который воспитывает в девочках и в мальчиках доброту, сострадание, любовь к ближним, понимание старших, уважение к ним. Верно? Да, конечно, вы правы. В первую очередь это воспитательный, да, и эмоциональная сторона ребенка. В каждом рисунке решается очень много задач. Давайте поговорим теперь непосредственно о том, с чем вы к нам сегодня пришли. Вот я лично небольшой знаток живописи, небольшой знаток техник, в которых пишутся картины, рисунки. Вот давайте поговорим о том, чем сегодня девочки вот занимаются, в какой технике вы работаете, как вы выбираете свои рисунки. Вижу прелестную абсолютно чебурашку. Чья работа? Это работа моя. Ну, расскажи, пожалуйста, о себе. Как давно ты пришла в студию к Сеат Хасановне? И почему ты выбрала именно вот такого потрясающего героя для своих рисунков? Я пришла в студию, потому что я вдохновилась своими рисунками своей сестры. Но я была маленькая. Потом, когда я окончила садик, меня мама тоже отдала на рисование. А выбрала я вот этот рисунок. Покажи. Возьми в руки. Потому что я хотела сделать подарок братику, потому что он любит этот мультфильм. Ой, как здорово! У вас еще и братик есть? Да. А как его зовут? Амирчик. Амирчик. Сколько ему? Ему 4 годика. 4 годика. И он любит чебурашку? Да. Как прелестно, что дети руководствуются вот такими позывами, вот такими желаниями сделать подарок для младшего брата. Можно я тоже скажу? Вот эти девочки, они очень много рисунков. Это очень малая часть из того, что они нарисовали. Большую часть они раздаривают. Они дарят. Вот так вот своим бабушкам, дедушкам, сестрам, друзьям, братикам. Вот Даринке я уже даже говорила. Дарина, ты что-нибудь себе оставишь, ну, я потом себе нарисую. Вот так вот они любят радовать других своими рисунками. Как же это здорово! Если я не ошибаюсь, под чебурашкой маленький принц. А это чья работа? Это работа Дарины. Дариночка, расскажи, пожалуйста, откуда такое желание? Я просто хотела сделать подарок маме. У нее был день рождения, и я решила, что это будет замечательный подарок. Как я понимаю, твою маму, я представляю, как она обрадовалась, когда увидела этот рисунок. Скажи, пожалуйста, а ты знакома сама с творчеством Экзюпери? Конечно. Ты читала книгу или, может быть, мультфильм смотрела? Я смотрела мультфильм, правда, он без слов. На музыке? Ну да. А вот такой образ маленького принца, ты его сама себе придумала? Нет, была картинка, которую я очень давно заприметила, и хотела нарисовать ее. Здорово. Скажи, пожалуйста, а вот какие впечатления, какие чувства, может быть, какие желания ты испытываешь, когда приходишь на занятия в студию? Мне нравится очень рисовать, и поэтому, когда я прихожу туда, у меня вызывается чувство, то, что очень меня ждут там и любят. Бог мой, никак не ожидала такие впечатления. Это на 150 на 200 процентов, что там тебя ждут и любят, потому что с таким педагогом сомневаться в этом вообще не стоит. Ну, девчонки, я знаю, что вы не только картинки вот такие рисуете, у вас еще есть прелестные совершенно, ну, как это сказать, штучки всякие, которые вы изготавливаете, да, своими руками. Вы делаете иллюстрации вот к своим классным вот таким футболкам. Я видела, как вы работаете на каких-то, я не знаю, как это называется. В шоперах. Как это? Шопер. Шопер. Что мы еще расписываем? На магнитах. На магнитах? На кепках, на футболках. Послушайте, с вами можно бизнес какой-нибудь замутить. Легко. Расскажи, пожалуйста, что это такое на тебе? Это, сначала я не знала, что рисовать, но я давно еще решила то, что хочу нарисовать эту картинку, поскольку я все рисовала на бумаге, я решила, что эту я хочу нарисовать на футболке. А это кто? Я не знаю, я просто нашла ее в интернете и решила, что я хочу ее нарисовать. Но ты осталась довольна такой работой? Да. С удовольствием носишь. Азиат, ну вот такие техники девчонкам, наверное, нравятся, они такие, у вас рукодельницы, творческие личности такие, да? Да, очень им нравятся, и те, которые давно ходят и постоянно ходят, естественно, мы разнообразим и техники, и материалы, все-все. Начинаем с гуаши, потом акварель, вот у нас Доринка очень, акварель очень сложная техника, но она легко справляется с акварелью. Далее, вот как они рассказали, и роспись по ткани идет, роспись декоративных каких-то изделий, значки, магнетики, вот это все, чтобы им интереснее было. Бывает, сами предлагают, вот они такие у меня активные девочки и идейные, я им говорю, предлагайте все, что вам нравится, то есть ни в чем не ограничиваем себя. Недавно вот совсем увлеклись на наждачной бумаге, очень интересная техника, дети прям получают удовольствие, то есть здесь развивается еще и фантазия, чтобы они не думали, что можно только красками рисовать или там на бумаге, на чем угодно и чем угодно. То есть я так понимаю, что не только творчество, но каким-то таким практическим навыком тоже обучаете, какие краски, да, что входит в их состав, где, как, на чем ими можно рисовать. Конечно, каждый материал имеет свои хитрости, свои плюсы и свои минусы, с ними знакомимся. Бывает, акварель, например, течет, это же водичка, цветная водичка, поэтому она течет, и не все справляются, и у них начинаются сразу у кого-то слезы появляются, да, сколько раз мы плакали. Они тоже иногда, да, иногда, но я эти слезки называю настоящими эмоциями. Вот они проплакали, в следующий раз они шедевр создают. Я вот заметила, они прочувствовали, переживали по какому-то поводу, да, а потом они такое творят, ну, сама такая, поэтому я знаю, что это. Вот, акварелью, вот если потек, например, я им, как говорю, а давайте еще больше потеков сделаем и придумаем, что из этого получится. Потом у них слезки еще не высохли, они начинают смеяться и делают вот эти специальные потеки, и эффект в этом мы находим. То есть, если сделали ошибку, я их учу так, вот, нет таких правил, которые нельзя там нарушить, да. Да, если архитектурное сооружение, какие-то точные, например, портрет, да, есть, но можно ошибки эти преобразовать во что-то интересное, подумать. Что же можно сделать? Так, кляксу поставили, давайте подумаем, что из этой кляксы можно сделать. Вот тогда рождается новое, необычное, ни на что не похожее. Детям это очень нравится. При первом знакомстве с вами я поняла, как наполняюсь какой-то очень положительной, светлой энергетикой. И вот сейчас у меня такое же ощущение, как будто бы вы меня прямо подпитываете, ну, удивительными какими-то ощущениями. Спасибо вам большое. Вы еще и психолог, оказывается, классный. Психолог, да. Вы знаете, вот в любом деле, которое мы с вами делаем, да, неважно какой, но мы преследуем какую-то цель и хотим ее достичь. Вот вашими рисунками, занятиями в этой студии, вы чего хотите достичь? Я хочу, чтобы у меня была своя выставка рисунков. Я хочу, чтобы я, ну, дарила свои картины людям, чтобы они вдохновлялись. Ну, какие правильные слова. Дарина, петь. Я, если честно, очень давно хотела продавать свои рисунки, потому что неплохо можно так и заработать, потому что многие художники зарабатывают очень много. Это практически подход к делу. Это тоже наша жизнь современная. Конечно. Бывает, мамы говорят, вот работу хотят купить, но мне жалко, я не хочу. Я говорю, продавайте, учите детей тоже продавать. Они еще нарисуют, говорю. Так и да, тоже мотивация. А еще наши юные гости. Я планирую их продавать. И еще я их выкладываю в свой канал, Телеграм. И как я только нарисовала, я их выкладываю туда. Вот дети 21 века. Да. Куда без этого, без соцсети, правда? И много ли у тебя просмотров? У меня пока подписчиков не так много. Но? Ну, я думаю, что вскоре я их наберу. Да, конечно, наберешь. С такими-то работами. Замечательно. Спасибо вам, девочки. Ася, я вижу несколько портретных работ на столе. Расскажите, пожалуйста, об этой работе. Да, у меня их несколько. В основном это заказы и на подарки, поэтому у меня не так много, но несколько. Начну всегда, начинаю, это портрет моего отца. Да, все началось с него, потому что он первым увидел способности, когда я маленькая была. И на всякие конкурсы он меня подталкивал. Тогда я ни в художественную школу не ходила, никуда. Просто видел, что я люблю рисовать. И на конкурсы, я говорю, не умею рисовать. Люди в художественную школу ходят, занимаются. Какие конкурсы? Я себе не верила. А он тихонько мои рисунки вот так вот отправлял. И получается, вот я места занимала. И все-таки вот я волей судьбы попала в дошкольное учреждение после института. И как-то забросила рисование вот это все. И папа все время мне говорил, все это хорошо, но нельзя бросать рисовать, потому что это дар свыше, этим надо пользоваться, это надо продолжать, этим надо заниматься. И опять-таки я как-то втянулась в эту педагогику. Там тоже дети, конечно, тоже все с любовью делается, но чего-то мне не хватало. И в один момент, вот когда папы не стало, все-таки я его услышала. Я бросила работу, ушла и организовала уже свою студию. И поэтому он всегда со мной. Это здорово. Это в душе у вас. Вот. Что зачаровательная женщина. Это девушка, она моя знакомая с Адыгею. Я увидела ее глаза. Вот насчет портретов я даже не знаю. Вот глаза я увидела, мне надо было ее нарисовать. Вот так вот я ее портрет нарисовала. Эта девушка тоже, я ее рисовала. Потом, как всегда, не только у вас бывает самокритика, я тоже бывает недовольна собой. Мне что-то не понравилось. Я хотела выбросить уже портрет. И тогда что? Уже никакого страха. Да, вот. Уже испортила, что тут делать? Я взяла ластик, начала вот какие-то вот полоски проводить. И эффект... Как будто бы дождь. Да. Да. И вот этот эффект здесь добавился. То есть, как я и детей учу, и сама... Вот сначала преодолеть свой страх. Вот страх выбрасываем, только тогда просыпается творчество, и тогда появляется все. Вот. Это дочка моя, тоже с фотографией, в национальной одежде. Образ черкешинки. Прелестно. Прелестно. Спасибо большое. Ну, я хочу напомнить, что не так давно у нас в Карачаево-Черкесии, на нашем, так сказать, Арбате, местом на улице Первомайской, состоялась выставка. Выставка замечательного такого фотохудожника Андрея Смольникова. И давайте сначала посмотрим сюжет, который мои коллеги снимали, а потом вернемся в студию. Смотрим сюжет. Каждая фотография показывает, насколько горцы близки автору по духу, по менталитету и даже по характеру. Ведь он и сам вырос на Кавказе. Андрей говорит, получаю удовольствие, когда снимаю этих людей, а потом дарю им их портреты. Все снимки Андрей передает в музеи, где они хранятся в архиве с подробными описаниями, где именно сделана фотография и кто на ней изображен. Таким образом, даже через сто лет эта информация будет доступна. Такой выставки у нас еще не было. Не потому, что у нас нет героев. Героев у нас очень много. Героев с каждым днем становится все больше. Но вот именно Андрей Петрович нашел такую возможность, такой подход, такой взгляд, который не каждому фотографу вообще природой дан. И я думаю, для нашей республики, как и для многих республик, где Андрей Петрович поработал, это огромная радость, что есть такая возможность, есть такой взгляд, есть такая рука, которая это зафиксировала. Про свое увлечение фотографией Андрей вспомнил, когда ушел с военной службы и практически сразу стал снимать не для семейного альбома, а красоту Кавказа. Так продолжалось несколько лет, пока он не понял, насколько интересно снимать людей. Андрей отлично знает многих людей, которых фотографирует, со многими крепко дружит. Фотограф считает, что помимо искренней любви к своему ремеслу, для получения отличных снимков нужна насмотренность и непременно взгляд в человеческую душу. Есть такие вещи, я всегда говорю, они в душе, их невозможно как-то объяснить, про них нужно рассказать. С таким трепетом относишься, с такой, знаете, любовью. И много есть, чему научиться, много есть, чему поучиться. Отношения и вера, почитание предков, культура, традиции, много-много всего. Это вообще моя одна из любимых тем народа Северного Кавказа. В нашем городе была выставлена маленькая часть работ Андрея Смольникова, посвященная именно нашей республике. Но каждый зритель получил неописуемое удовольствие от увиденного. Кто-то увидел здесь своих родных и близких. Также неизгладимое впечатление на присутствующих произвели портреты наших известных людей и просто шедевральные фото людей старшего поколения. А нам удалось даже встретить маленькую героиню, которую Андрей фотографировал несколько лет назад. Я помню, как меня снимали. Это было очень неожиданно. Мне очень понравилось. И вот я сегодня пришла, и снова увидела свои фотографии, и я очень обрадовалась. Фотография для этого автора – это уже образ жизни. Возвращаясь из очередной поездки, перебрав отснятый материал, уже через пару недель Андрея снова тянет на новую экспедицию снимать и еще раз снимать. А свое истинное призвание этот художник видит в фотографировании людей. И надо сказать, что это не просто снимки, это блистательные фотокартины о людях, о судьбах, о жизни. Азиат, к Андрею Смольникову вы имеете непосредственное отношение. Какое? Андрей Петрович Смольников – наш общий знакомый, друг нашей семьи, так скажем. Нас познакомил Александр Охтов, привез его в Беслиней, он к нам попал, и пошло-поехало. И он сначала их поснимал, далее моя бабушка, ей тогда, не помню, сколько лет было, ну, под 90 было, он сделал портрет моей бабушки, и с этим портретом он начал выигрывать международные конкурсы. Там золотая медаль у него была по этому портрету. И дальше, дальше мою маму, тоже он сделал портрет красивый, есть моей сестры, образ Черкешинки там он создавал. Много очень моих и знакомых, и родственников. И общаемся, дружим. Его одна работа, Угдя Кулова, Мухаммеда, с нашего аула, тоже фотография попала в космос. Вот, если вы слышали, с России, с нашей страны, вот, несколько фотографий отправляли в космос, и вот его одна фотография была среди них. Как приятно. Да, без свиней побывал в космосе, благодаря Андрею Петровичу. Здорово. Ну, не так давно в вашей жизни случилось еще одно приятное событие, которое привело вас в грустный. Расскажите, пожалуйста. Жизнь полна сюрпризов. Этим интересно. Я свои рисунки, вот все, что делаю, естественно, без соцсетей, куда нам, в наше время. Я выкладываю тоже свои рисунки. И как-то получилось, у меня в друзьях, в фейсбуке, был поэт Асланбек Тугузов. Очень, я не знала, что он настолько известный тогда. Да, я плохо, единственное, мне нравились очень его стихи. Я читала его стихи. Он увидел мои рисунки. И как-то получилось, что он вопрос задал, сможете иллюстрации сделать. Я еще не знала, что за иллюстрации, на какую тему. Я сразу ответила, да. Не знаю, откуда у меня такая уверенность тогда, видимо, должно было случиться. И надо было в сжатые сроки выполнить это задание. Естественно, он присылал фрагмент. Этот фрагмент я, естественно, через себя пропускаю. Я должна была прочувствовать задумку этого автора и уже передать в рисунке. Очень волновалась. Но даже времени не было, так скажем, на волнение, чтобы сильно я там переживала, сидела. Время поджимало. Поэтому днем я с детьми работаю. Все ночи были мои. Ночью я уже рисовала. Сначала читала это все, представляла. Естественно, надо было попасть на ту волну, на которой находился сам автор, когда писал эту поэму. Сложность была в том, что эта поэма создана на реальных событиях. Историческая поэма. Поэтому там ошибаться ни в коем случае нельзя было. И, кажется, я попала. Можно я взгляну? Это ваши рабочие варианты? Вот эта книжечка Асланбека Тугузова, поэма. Называется «Алибек Хаджи». И вот я для себя выбрала один образ, который я создавала, уже читая, не срисовывая там с какого-то там героя. Хотя там есть эти герои. Здесь надо было образ этот создать. И я бы хотела зачитать этот момент. Стоит лицо в сплошных морщинах, в снежинках белых борода. И смотрит пристально на сына, запоминая навсегда. И перед линией предела До судороги, до комка, До рези в горле захотелось Обнять за плечи старика. Можно поближе? Ой-ой-ой, боже мой. Скажите, как вас встретили на презентации? Замечательно. Очень мне понравилось. Я попала... Вообще жизнь моя очень интересная. То попадаю к журналистам, То к актерам. И в этот раз к писателям. Очень тепло встретили. Очень много людей собралось На презентации книги. Мне очень понравилось, Что чеченский народ очень читающий. Очень много людей Было на презентации книги. И очень было интересно слушать каждого. Много писателей. И почитающих таланты Чеченских писателей были. А с чем вы занимаетесь сегодня? Мне интересно. То есть переключаться из одного в другое. И, естественно, задачи разные. И задачи сложные. Этим интересно мне. Мне хочется что-то новое всегда. То есть каждый день Делать одно и то же. И монотонность. Это не для меня. Надо что-то новое. Что-то интереснее и сложнее. Так вот. Если подвести итог нашей сегодня Такой встречи. Что вам дает Вот работа с такими Девчонками и мальчишками? Чем вы от них, может быть, Подпитываетесь? Может быть, они вам какую-то силу Дополнительную дают? Да, это мой любимый вопрос, если честно. Дети Это такие Чистые странички Чистые листики Вот что там мы напишем, то и будет. И они очень искренние Они очень добрые Они очень отзывчивые И все талантливые Вот когда смотрят Работы моих детей Часто спрашивают у меня Неужели у вас все дети талантливые? А я говорю Нет нерисующих детей Все дети рисуют Вот попробуйте Поверить Дать им веру в себя Они все Сделают все, что нужно Да, к концу дня, конечно, я очень устаю Как я говорю У меня уже язык заплетается Но Я обогащаюсь этим Они дают Как сказать Такое тепло Такую искренность Такую отдачу И с каждым ребенком Я в каждом ребенке, вернее, чувствую Вижу себя в детстве В детстве я об этом могла только мечтать Столько рисовать Конечно, у нас жизнь другая была И поэтому Когда приходит ребенок И хочет, желает рисовать Я уже принимаю Как свою Ой, спасибо Спасибо вам за эту искренность За удивительное Размышление ваше За ваши чувства За ваши ощущения внутренние Это так здорово И так важно И Понятно Почему вы с такой любовью С таким желанием Приходите на занятия Кассият Хасановне Остается поблагодарить вас Вас, Ася Ваших девочек Совершенно замечательных Очаровательных Хочется пожелать И Ученикам вашим Вашим воспитанникам Обязательно Ну, продолжать Занятия Учиться Этому замечательному Искусству Которое Никогда Никому Еще не помешало В жизни Продавать Вы будете Картины Выставляться Вы будете Кстати Чего я От души Вам желаю Чтобы в конце концов Состоялась Большая Яркая Выставка Работ Учеников Осият Хасановны Обитовой Спасибо вам большое Что вы были сегодня С нами Я надеюсь Что встреча не последняя Мы обязательно Еще увидимся Спасибо Ну что ж Уважаемые телезрители Мне Хочется напомнить вам Что сегодня Гостями нашей студии Были преподаватель Рисунка Осият Обитовой И ее замечательные Воспитанницы Ну а Наш телевизионный вечер Продолжается А вы оставайтесь На канале Россия До свидания До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин